Добрый вечер! С победой! Как все получилось идеально? Ну, наверное, три дня паузы. Немножко нас расслабили. 19-2 по броскам в первом периоде. Норвегия не свежая была? Да нет. В втором периоде, по-моему, даже 8-7 по броскам. Была осознанная ставка на первый период? Конечно, да. Мы к этому готовились. Чтобы в начале активно. Второй и третий периоды? Второй немножко не получилось по тактике. Что они? Забивали шесть ребят, которые не забивали до этого? Это здорово. Почувствовали. Ну, по-моему, пока я не чувствую. Забивали шесть ребят до цука. Не беспокоит это? Да, совершенно. А его? В меня спрашиваете? Чехов. Какой мнение? Ну, выполняет свою работу очень хорошо. Достаточно? Чехов. У вас какой? Вы видели от команды сейчас? Да, да. Видели, да. Ну, то же самое у них. Игра не получилась. То же самое. Вязка три дня, наверное, тоже пауза немножко. Их сбила. Смотрели эту игру сегодня. Насколько это? Чехия отличается по стилю от той, которая победила 3-0 в первом матче на домашний чемпионат Мира 2016 года? Помните, вы начинали? Такая же тактика, у них вязкая игра. Ну, там была первая игра с ними была. А сейчас уже первая игра у нас немножко всегда не получалась. Судя по Евротуру, по последним матчам, Чехии достаточно удобно ли у вас соперникам? Ну, здесь все соперники равны. Я уже про это говорил, но надо готовиться. И каждая ошибка малейшая. Она влияет на результат. Олег Владимирович, ну вы не выглядите довольным, хотя команда 6-1 выиграла. Я что, в финале играешь, что ли? Тем не менее. Не каждый день в полуфинал Олимпиады. Ну ладно, давайте заканчивать. Норвегов выиграли все, что ли? Сложилось все. Француз выиграл две серии булитов уже на этом турнире. У канадцев, у американцев. Будете пытаться? Француз непростой вратарь. У него другая сторона. Мы готовимся к этому. Вы будете смотреть Канаду и Финляндию? Не знаю, по-моему. Зачем? Будущие соперники? Десять телевизоров. Надо как-то отдыхать еще немножко. Потому что эмоций очень много отдали. А как вообще планировать отдыхать, восстанавливать команду? Покушаем. Покушаем. Лежим спать. Конечно. Верно ли ощущение, что четвертое звено повело в команду? Они забили первый гол. У нас нет четвертого звена. У нас команда. У нас каждый может забить. Это очень здорово. Победный состав не меняет? Уже в этом составе играть? Еще не понял. Не знаю еще. Не смотрел. Сейчас приедем, посмотрим. Обсудим с тренерским составом. Какое недовольствие есть? Конечно. В любом случае. После каждой игры, даже выигрышной, есть какие-то проблемы, которые надо решать. Потому что здесь скоротечен турнир. И каждая ошибка, каждое бросование. Скучите на нас. По сколько процентов всего играл команда? Не очень хорошо. Спасибо.